Всем привет! Сегодня у меня очень интересное интервью с людьми, которые поддерживают ресурс PhotoWebExpo и YouTube-канал. Мы поговорим, в общем-то, об этом благом деле, скажем так. С нами... Ну, я так понимаю, что у нас не полная команда, да? То есть у вас больше людей всего. Да, у нас несколько авторов и ведущих, соответственно, в разных частях страны, планеты теперь уже. Так что, да, нас чуть побольше. А вот я сейчас для аудитории скажу, с нами Платон и Илья. Расскажите... Да, расскажите о себе, да. Здравствуйте всем, меня зовут Илья. Веду канал PhotoWebExpo. Один из старичков, наверное, уже можно так сказать, когда нас было трое основных авторов. Сергей Самсонов, Саша Гриценко... Ой, не Саша Гриценко, Иван Диденко, оговорочка. Вот, и потом я присоединился сейчас. С нами Саша Гриценко и компанец Алексей. Три других основных автора. У нас всегда вот так по троечкам получается. Как-то само по себе. Да, а еще пятак любят. Можно было бы и побольше. На всякий случай. Занимаюсь фото и видео. Это основной род деятельности мой. Чуть больше видео, поскольку видео нужно записывать на YouTube, даже когда занимаешься фото. То есть у меня 50-50 пополам. Когда не требуется видеосъемка, я занимаюсь фотосъемкой и наоборот. Жанры самые разные. Не привязано. Свадебной съемкой практически уже не занимаюсь. Отошло. В основном это коммерческая, рекламная съемка, корпоративная съемка, съемка недвижимости и все сопутствующее. 3D съемка иногда бывает. В общем, нет какого-то конкретного жанра, которым бы я занимался. Всего понемножку, все интересно. Все, люблю, что с этим связано. И технику, конечно. Потрогать, потестировать, узнать, какая лучше, какая хуже камера, почему. Поспорить на этот счет с кем-нибудь вот сегодня. Поспорим с Олегом, пообсуждаем. А где ты живешь? Сейчас живу в Фуншал. Это Португалия, остров Мадейра. Далеко, однако. Далековато, да, укатило. Вот сегодня, можно сказать, мы дебютное видео. По-спартански тут обустроил комнату отдельно, чтобы слишком шумно не было со стороны. У нас тут ураган сегодня ожидался с отключением полностью, отключением электричества. Слава богу, этого не состоялось. Солнышко, вот видно, экспозиция у меня тут скачет. Потом очень весело будет это компоновать в один кадр. И что, на Фуншале есть большой спрос на фото-видео? Да, да. Ну, в принципе, на острове фото, я не сказал бы, что прямо большой спрос, видео, да. Тут же все держит на туризме, поэтому специалисты лишними никогда не будут. К тому же здесь не особо любят заморачиваться, как я понял, над, не знаю, как сказать попроще, ну, профессиональной съемкой, чтобы она выглядела более презентабельной. Поэтому на мои услуги пока начинается потихоньку спрос, хотя объявлений даже не давал. И ты делаешь обзоры на то, что у тебя есть? Вот мне интересно, техника откуда? Техника. Сейчас пока что техника, которая с собой привезенная, взял личная. Потом, скорее всего, через Испанию. Может быть, это, я не знаю, скорее нужно Платона спросить, как это будет происходить. У нас еще, к тому же, люди есть в Петербурге, в Хабаровске, в Москве тоже есть люди, которые могут обеспечить техникой. То есть на мне свет клином не сошелся по тесту, допустим, но какие-то фотоуроки, будем называть это фотоуроками, не люблю это название, скажем так, делимся опытом из каких-то своих съемок, название-то слишком длинное, назовем это фотоуроки, давать можно откуда угодно, делиться с человеками, общаться и вот стримы проводить. Тут никак не привязан я к какой-то четкой локации, поэтому укатил там, где потеплее. Новый год встречаюсь среди пальм. А мне интересно, вы как-то распределяете между собой обязанности, объем работы или как? Как у вас это делится между собой? Итак, собственно, приветствую всех еще раз. Меня зовут Платон. Я занимаюсь в первую очередь редактурой сайта. То есть тут говорится, что наш сайт сегодня это не только YouTube, но еще и сайт, где у нас выходят новости день в день. И мы, в общем-то, стараемся в первую очередь оперативно освещать повестков фото-видеотехники именно там. Вот, и там сосредоточены тоже определенные силы, которые хоть остаются за кадром, тем не менее они как бы очень важны. Вот. Второй деятельностью моей в рамках проекта – это вся коммуникация по технике, да. То есть я как раз занимаюсь тем, чтобы технику максимально оперативно получить, чтобы продумать, кто это будет тестировать, в том числе распределение. У нас есть, как Илья сказал, уже три автора. Это Александр Гриценко в Хабаровске, и он специализируется в первую очередь на видеотехнике. Ну, вообще, в принципе, Александр, конечно, на мой взгляд, наверное, один из лучших, если не лучший, спикер по видеотехнике на территории России или даже на русскоязычном сегменте. Вот. Такие более гибридные камеры, там, оптика, аксессуары. У нас занимается этим Илья Хапричков. Вот. И наш такой новый автор относительно – это Алексей. Он занимается, в первую очередь, оптикой, ну, и какими-то там некоторыми аксессуарами, некоторыми камерами. Пока что еще вот такой определенности в этом направлении нет. Вот. Что касается распределения, тут оно выглядит примерно так. Я, собственно, со стороны пытаюсь коммуницировать в том числе и с брендами, с дистрибьюторами, с дилерами, с людьми. То есть камерами очень по-разному получается выхватить. И, соответственно, в том числе в последнее время мы пришли к тому, что стараемся разбавить технические, сугубо технические обзоры какими-то пылевыми тестами. Для этого стараемся привлекать каких-то более-менее известных фотографов. Вот. И, соответственно, я коммуницируюсь по технике, с фотографами. Мы это все организуем, снимаем, помогая, собственно, коллегам со сценариями, с какими-то техническими моментами, которые хоть и остаются до кадра, но тем не менее есть они. Вот. Соответственно, касательно всего этого распределения, оно происходит так, что у кого-то есть время, у кого-то нет времени. Там, вот сейчас, например, декабрь, и, в принципе, практически никто не имеет времени для тестирования. Вот. Что касается меня лично, то это не основная моя деятельность на сегодняшний день. Вот. И, соответственно, фотографии я... Я не профессиональный фотограф, то есть, ну, опять же, профессиональный, не профессиональный, это там все-таки относительное. Ну, иначе говоря, я не зарабатываю фотографии. Вот. Фотографии, там, для меня это хобби, хоть и долголетнее. Вот. И, соответственно, все вот как-то так оно у нас соорганизовано, и мы таким образом стараемся дополнять друг друга в рамках вот тех жанров, которые там есть у нас, ну, жанры техники, может быть, какие-то особые аксессуары. Ну, вот. И, вот, пока что три автора у нас. Надеюсь, что в ближайшем времени будет больше, потому что больше контента люди любят. Ну, вот. И, соответственно, будем над этим работать уже в новом году. Так, а в чем мотивация заниматься этим столько лет, если это не приносит денег? Ну, собственно, смотри, я бы не сказал, что оно вообще не приносит денег. То есть, безусловно, есть какой-то доход, который мы получаем с этого проекта. Но у всех нас есть основная деятельность. Она не связанная с фото-эбэкспо, да. То есть, соответственно, у меня это вообще далеко от видео и фото тема. Там, у всех остальных авторов, в основном, как бы, они занимаются фото-видео, графическим дизайном, еще чем-то. Вот. Но сегодняшний день, оно, как бы, окупается, но, соответственно, позволяет создавать вот этот контент. И, там, ну, какая-то прибыльность от этого тоже есть. Ну, в первую очередь, естественно, все это базируется на энтузиазме каждого человека. Из-за того, что мы стараемся увлекаться этой техникой. Интересно, там, условно, притронуться к ней первым. Вот. И, наверное, без интереса к технике, такого, какой там есть у меня и у других авторов, наверное, проект был бы невозможен на сегодняшний день. А мне интересно, если не секрет, какая посещаемость вашего сайта? Посещаемость сайта у нас сейчас составляет, примерно, 20-30 тысяч человек в сутки. Вот. Ну, тут надо еще упомянуть, что так получилось, что, прямо с сайта, например, у нас вырос огромный ресурс на Яндекс.Зене. Туда, наверное, даже, может, и не знаешь, что это такое. Да, такое что-то вроде русскоязычного текстового Ютьюба. Вот. Там немножко другой у нас контент, такой более попсовый, более популярный. Там несколько другая аудитория находится. Но, тем не менее, так вышло, что аудитория нашего Дзена, она, там, входит в топ-100, если я не ошибаюсь. Ну, там, каждый день обновляется рейтинг. Но, периодически, оно, там, 100-200 самых крупных, даже не фото, а вообще в русскоязычном сегменте Дзен-каналов. Вот. И, понимаете, мы также запустили Телеграм-канал. Интересно. Но мне до сих пор непонятно, то есть ты сказал, как это началось? Я думаю, что вы делали выставки, и это был коммерческий проект. Но я не понимаю, почему он продолжается некоммерческим много лет. Какая цель? В выходце мы из фотоиндустрии уже достаточно давно. И первая наша основная деятельность – это фото-выставки. Крупнейшая у нас проходила в Санкт-Петербурге. Другая крупная, достаточно, выставка проходила даже в Киеве. Вот, соответственно, сейчас, как бы, все знают, что есть выставка фотофорума в Москве. У нас она считается крупнейшей. Но у вас, я так понимаю, главный упор на сайт? То есть YouTube вторичен или как? Фактически мы стали первыми русскоязычными блогерами, системами, кто занимался не просто купил и рассказал про камеру, а кто ездил на выставки, кто делал какие-то репортажи, кто рассказывал о технике. В русскоязычной сегменте YouTube. Начиная с 2015 года приблизительно, ну, примерно так и стало. И основная наша сегодня задача – это делать контент как на сайте, так и на YouTube, потому что YouTube стал гораздо более популярным контентом. При этом, на мой взгляд, такая более вчитывающая аудитория у нас уходит на сайт. Вот. И если говорить о коммерческой составляющей, да, то, безусловно, у нас основной доход, наверное, это сайт, да, и, собственно, продажа рекламы с сайта. Вот. И, естественно, какие-то интеграции у нас есть на YouTube. Вот. И, собственно, как-то так оно пока что у нас и устроено. У нас случилась небольшая техническая заминка и пошел разговор о телефонах. Поэтому сейчас Илья продолжит мысль про обзоры на телефоны и какой в них вообще смысл. Мы же не можем про телефон говорить только о камерах. Телефон – это больше, чем камера. Кто-то… Сколько там герц на дисплее, какой дисплей сам по себе, складывается, не складывается. Всякие системы, о которых я даже не знаю, и, я думаю, остальные авторы тоже не особо вникают в это. Поэтому брать телефон и говорить, вот, на него можно накрутить вот такую-то линзу, а можно не накручивать. Он классно снимает, только с такой-то частотой кадров, какие-то программы есть. И все. На этом все схлапывается, и они все становятся действительно плюс-минус похожими. Ну, в зависимости от того, насколько ровные руки их держат и понимают, какие условия для них начинаются уже неприемлемыми. А они начинаются где-то вот, смотря где находишься, после полудня, когда темнеть начинает, и все. Да. Или солнце выскочило, жесткие тени, там у тебя айфон, не айфон, все равно алгоритмы все победить еще пока что не могут. Хотелось бы, но пока нет. Или, возможно, я чего-то не знаю, что уже вышло, не исключая всегда, потом в комментариях, если что, у тебя напишут, я почитаю. Если я по-другому сформулирую вопрос, то есть вы не можете, может быть, говорить все о телефонах, о том, что они на самом деле никак не могут тягаться с фотоаппаратами при всем желании? Ну, смотри, со смартфонами, видишь, какая история. Смартфоны, они как бы, их стало очень много, они мало чем стали отличаться друг от друга, да, потому что, ну, есть определенная физика, которая не позволяет им, в рамках того корпуса, что есть, делать что-то невероятно новое. То есть средний формат, наверное, пока что там не предвидится. Что касается сравнения камеры и смартфона, очень часто к нам обращаются, взять либо какую-нибудь дешевенькую камеру, либо взять условно подороже смартфон. Ну, в этих случаях, на самом деле, если человек не понимает, зачем ему нужна камера, если он не занимается коммерчески, если он не хочет получить какой-то невероятный результат, я обычно говорю, что, ну, берите, конечно, смартфон хороший, который он всегда с собой, и, в принципе, качество там достаточно будет приемлемо. Что касается сравнения непосредственно, то тут, видишь, то сравнение, которое, как бы, хотят видеть люди, которые не понимают в этом ничего технически, оно им неинтересно, да, то есть мы не будем, наверное, технически разбирать картинки с обеих моделей, ну, вот, там, со смартфона, допустим, из старой камеры. Хотя, ну, на самом деле, я подумал, что такое можно что-то сделать. Что касается технического обзора смартфонов, то тут надо понимать, что это совершенно другая аудитория, которой, ну, мы даже не знаем, чего они могут не знать о физике фотографии, например. Ну, слушай, очень просто можно ответить на этот вопрос. Разница сразу же видна, стоит открыть на мониторе 27 дюймов, я не говорю 32. На мониторе, даже в идеальных условиях. А все клиенты с телефона обычно не смотрят и ноутбуки. Я сегодня снимал, вот буквально, вру, какой сегодня, вчера, все в один день, особняк небольшой, Т3. Это три спальни, две гостиные, выход на океан. И это дорогой особнячок, такой частный. Человек пришел посмотреть фотографии с каким-то старым Asus, на котором яркость в три раза меньше, чем на моем, ну, лэптопе. Я не понимал, как ему объяснить. Он говорит, а что такие темные? Погоди, а что с компьютером? Почему я особняк снимал? Ну, ему все равно. И часто смотрят с телефона, с каких-то старых ноутбуков. Они не откалиброваны. Часто ли приходит человек к тебе, берет там, ну, не знаю, с маком, ладно, окей, там, обычно у них хорошая цветопередача по умолчанию. Пришел с каким-то, не знаю, старым Asus, берет калибровщик, подходит, сейчас, погоди, откалибруй, чтобы истинные цвета были. Ага, по экспозиции, точка белая, точка черная, показывай. Сейчас мы тебя разнесем. Сколько я тебе заплатил, за что? Так никто не делает. Обычно все смотрят по-спартански. И если обратить внимание, когда заходишь в какие-то магазины мебельные, магазины продуктовые, супермаркеты, где на экранах больших дисплеях прям здоровых крутится какая-то реклама, которую явно они оплатили. Допустим, далеко не ходите, господи, раньше была ложка, а сейчас теремок. Теремок в теремке есть. А? Чайная ложка раньше была, да, сейчас теремок. Здесь, допустим, это другие пекарни. Ты заходишь, видишь, купили, да, купили вот рекламу. Она играет на огромном дисплее, на котором 22 пикселя уже выгорело. И видно, что это все в Full HD, если вообще не в HD. То есть все сыпется, все это. Но заплатили они, наверное, все нормально за это. Поскольку там графика, поскольку там видно, что все соблюдено по экспозиции. Но им все равно, им плевать. То есть есть дотошные заказчики, есть те, кто просит свадьбу в 4К тебе снять, не понимая, зачем им это нужно. Это я еще про восьмилетние давности, допустим, заказы говорю. Не восьмилетние, когда там GS4 вышла, вот спустя полгода появились свадьбы в 4К. И прайс подняли. Всем все равно. То есть обычно все смотрят на картинку в целом. Поэтому затянул, конечно, с ответом. Телефон, если прямые руки у человека одного-второго, они сделали один-тот же снимок, где нельзя присмотреться к глубине резкости какой-то и не будешь использовать профессиональный монитор, ты, скорее всего, разницы не увидишь. А если еще человек бог всей Руси по обработке, он сделает и бокешку тебе и все нарисует. Программы уже это делают довольно-таки хорошо, плюс ручки. Обмануть можно. Рядового зрителя обмануть можно. К сожалению или к счастью, но да. Мое мнение такое. Нельзя же ориентироваться на дно, на то, что все будут смотреть, как попало. Есть же люди, которые тебе платят и смотрят с чего-то большого. Мы не ориентируемся на дно. Почему? Это скорее статистика. Я не к тому, что можно как попало снимать. Снимать нужно хорошо. В любом случае. Но не нужно снимать хорошо, потому что ты боишься, что тебя будет оценивать на профессиональном мониторе человек, имеющий в этом опыт. Нужно делать хорошо, поскольку ты человек, который берет за это деньги. Поскольку ты называешь себя профессионалом, ты называешь это своей профессией, ты должен делать по умолчанию хорошо. И если ты даже возьмешь телефон, а есть люди, которые профессионально снимают свадьбу на телефон, сразу постят в инстаграм, сразу обрабатывают фильтры. Я тебе могу сказать, что это не так легко. И с фотокамерой, допустим, этого не сделать. Я снимал свадьбу за хорошие деньги, и человек, который снимал на телефон, получил больше меня в два раза. Я получил 100 тысяч, он получил 200 тысяч, потому что он, во-первых, выкладывал все параллельно, то есть онлайн, в аккаунт молодожен с разными эффектами, с разными фильтрами. У него все по экспозиции было четенько, если где-то перед светом он накладывал хитрые фильтры, все хорошо. Я смотрю, я понимаю, что там камера не справилась, но он делает это четко, все правильно. Это вот три года назад было, была популярна, почему-то вели вот эта мобильная свадьба. Я впервые это видел лично, чтобы снимали на телефон сразу, интервьюшку берут сразу, все. Я бы этого не смог сделать с камерой, с какой бы камерой я ни был, это может сделать только телефон, поскольку в нем сразу это все есть внутри, в тушке. Он максимально дружелюбный, friendly для таких целей, нежели камера. С камерой нужно учиться работать, а здесь нужно учиться все это обрабатывать, постить и делать контент моментальный. Вот и вся разница, наверное, в телефонах и в камерах. Но вернусь, изначально мысли, при прямых руках и, скажем так, дружелюбных условиях, можно снять на камеру, на телефон, разницы обычный человек не увидит. Но не значит, что нужно рассчитывать на то, что люди все неумехи, не знающие, и снимать абы как. Нужно снимать хорошо. Но это, кстати, самый популярный вопрос. Раньше знаешь Никон или Кэнон, а сейчас там Кэнон или Сони, допустим. Иногда там Фуджи, или может все-таки Фуджифильм. И отвечаешь, возьмите Пентекс. Что? Один фиг, не научитесь, если вы так спрашиваете. Что вы снимаете? В каких условиях снимаете? Как давно вы снимаете? Извините, я хочу, вот я всегда отвечаю так, я хочу заняться спортом. Какую обувь вы мне посоветуете? Кроссовки, кеды или может ласты? Вы же не знаете, чем я хочу. Спорт? Вот давайте, угадайте. А что мне будет лучше? Я ничего не понимаю, но с чем я побыстрее побегу? Да, да. Вот я только вчера взял, или вы там... Да, Илья, пожалуйста, монтируйте чужой материал. Да, монтирую. Там столько-то стоит, если такой-то объем. Ага, хорошо. А подскажите, пожалуйста, мне как вот... У меня камера включу, я сейчас с телефоном хочу поснимать. Как снимать лучше? Что ты от меня хочешь? Я не понимаю, что значит, как поснимать лучше? Ровно снимая с экспозиции. Тут целый урок ей нужно давать, вводящий. Ей, ему, там кто спрашивает. И ведь вопросы эти постоянно одни и те же. Людей понять можно. Для человека, который пишет, то есть это его первое письмо. Для меня, там и для тебя тоже, для людей, которые занимаются, все наши коллеги, для них это там 1105-е письмо. Или там 10-е в день, 100-е. Да, с похожим вопросом. Вот, кстати, ты вернувшись, возвращаясь к твоему вопросу, почему вот этим занимаешься? Например, у меня главная цель, наверное, вот разом общаться с кучей людей, в том числе и профессионалами, поскольку, я думаю, у тебя тоже на канале часто возникают вопросы, люди пишут вопросы, из-за которых приходится открывать какую-то литературу, с кем-то еще консультироваться, и чтобы найти на него ответ, поскольку вопрос действительно интересный. Вопрос по ролику «Зачем широкоугольный объектив?» Зачем его снимает такой ролик? Такой ролик, во-первых, мне довелось купить широкоугольный объектив, я его очень полюбил, это мне интересно было показать, как его в спартанских условиях использовал бы я. Банально, не все люди понимают, что перспектива меняется с изменением широкоугольного угла, что есть искажения. Некоторые любят ширики, потому что это ширик, им этого достаточно. Хотелось бы просто, максимально просто, просто, просто рассказать, что есть съемка, можно подойти поближе, пошире сделать угол, завалится все линии нафиг, поэтому поправляйте, учитывайте, что площадь у вас срезается. Сзади здание уменьшится, спереди человек увеличится, какие-то части тела стал над увеличенными, это можно подчеркнуть, допустим, в спорте это любят, в велоспорт, кроссовки любят так снимать, то есть это уже какая-то коммерческая съемка. Это крупица какой-то информации банальной, которую человек может подчеркнуть, если ему нравится, как это обернуто, допустим, вот в эту выездную съемку, да, повторюсь, банально ничего фееричного нету, фееричное делать очень сложно. У нас есть ролики, которые очень трудоемкие, но при этом не набирают столько, сколько потрачено на них трудов. И наоборот, есть ролик «Почистить камеру» у нас. Как почистить камеру? Он был снят очень быстро и набрал много просмотров. Он был в топе. Чистить камеру всплывал только я, и мне обидно. Поэтому каждый ролик делатипичным хочется, но не можется. Поэтому простые ролики, они тоже нужны. Нельзя считать, что все люди у нас кругом профессионалы. Нужно думать тоже о новичках, поскольку для новичков почему-то ролики все в основном старые. А которые новые, их слишком усложняют, что ли, информацию накидывают. Или слишком много, скажем так, шоу начинается. Прикольно смотреть, но ничего не понятно. Как это очень интересно, но ничего не понятно. Наверное, хочется какую-то середину поймать для людей, которые занимаются этим, только начинают. Поэтому в начале видео стараюсь сказать, что это для новичков. Чтобы если кто, окей, я не новичок, ухожу. Если он не знает, что это за канал. Или, окей, я не новичок, но гляну, что-то там посоветовал. Может, что-то напишу. Я не воспринимаю видео как мнение одного человека моего, допустим. Или скопи наше мнение команды фотообэкспа. Это общее мнение. Всегда есть комментарии. Они дополняются. Люди пишут хорошие вещи, дополняют, поправляют какие-то ошибки. И в скопе это получается хороший ролик, хороший контент, совместный со зрителями довольно часто. Только для этого нужно, конечно, почитать еще и комментарии. А их бывает много. Пролистать где спасибо, все классно. И найти большой комментарий. Если человек написал много, значит, он что-то расписывает. И обычно эти комментарии содержат какую-то информацию. Довольно часто полезно. Причем и для автора ролика. Сейчас я говорю не только про свой канал, а про любой канал, когда включаю какую-то тему. Вот нужна мне тема. Посмотрим, что о ней рассказали. Любопытно. А потом читаю комментарии. Что люди об этом думают. Я бы еще отметил то, что поскольку на вопросы про телефон и камеры тебе надоело отвечать, видишь, я думаю, что актуальность темы про широкоугольный объектив и вообще какие будут объективы, я думаю, она еще очень-очень большая на сегодняшний день. Пока у нас объективы называют 0.5.1х там и как там еще. Давайте перейдем к самому острому вопросу, с которого, возможно, стоило начинать. На что вы снимаете? Nikon Z6. Ну, прямо сейчас мне снимают полтинник 1.2. О, господи. 1.4, простите. Это, видимо, желание всплыло. 1.4 старый, под зеркалку, через переходник Афтезет. Потом сейчас поскрипывает, шумит, но поскольку у нас с тобой пушечки, Олег, мы с тобой, брати, четенькие пацаны по пушкам. В клубе. Каждому блогеру по пушке. Вот, чтобы не было слышно, что за окном урагана тут скрипит старый объективчик. Только немножко акустика выдает еще голых стен. В остальном, меня все вот устраивает. В камере она простая, удобная, не греется, на нее сейчас солнце светит. Возможно бы, сейчас зайду на страшную территорию Олега, если бы это был Canon, как R6, не знаю, вот сейчас бы на нее светило. Скорее бы сейчас уже было, хотя Full HD нет, не было бы. Но в 4К, если бы я снимал или еще упоролся, я снимал бы 50 кадров в секунду, то R6, да? Да, все бы уже... R5, смотря какой режим, R5 может... Поэтому Nikon, видишь, как классно сделали. И просто не дали возможность снимать 4К 60-50 кадров в секунду на Z6. Молодцы, да, продумали. Просто не дай человеку снимать. Так Nikon там тоже, по-моему, перегревается минут через 50. А, нет, в 30 FPS, если в шкафу запереть, когда у нас началась вот эта веселая тестировка в шкафу, ну, чтобы одно и то же было какое-то одинаковое, константное какое-то помещение, скажем так, пространство. Мне написал человек, вот, в Инстаграм, на Ютубе и в личку ВК. Илья, как так? У меня греется камера, смотри. Я записал видео на 50-й минуте. Я записал свое, не греется. А я 25 кадров в секунду снимаю. Зачем мне 30, чтобы у меня свет моргал где-то, начал. Мы в Европе живем. У нас тут частота переменного тока 50 Гц. Поэтому только все, что отчет на этом. Я говорю, сколько кадров в секунду? Все свои настройки напиши. Мне же интересно. Он сказал, что у него 30 кадров в секунду. Окей, каждый живет как хочет. Я тоже сделал. И да, на 55-й, 53-й минуте появился этот значок перегрева. Да, она может перегреться. И вот следующая камера, когда тестировала, там тоже мы ловили, что есть такая проблемка. То есть хитрость в количестве кадров в секунду? Да. Да, да. Больше нагрузка на процессор, да. Мне кажется, тут инженером не нужно быть. Чистая математика. Больше кадров выдает, больше сканирования происходит, больше нагрузка. Подожди, а в 25 кадрах сколько она может? Нон-стоп. Нон-стоп. Не греется вообще. Ну сколько ты... Я снимал на NPF батарейки две, которые, поскольку там у меня 6-400 мАч. 7200, которые емкостью. Сейчас у меня вот они здесь лежат, я бы глянул на них. Ну не суть важна, по времени. Да, время это получается где-то часов 6 снимал. 4К. 4К на солнце. На солнце. Плюс я еще, у меня был опыт съемки 12 часов, лекции писал в душном помещении без скандия. 4К. Куда ты это все делал? Монтировал. Монтировал. Потом я кропил еще делал вариации. Писал спикера, который начинал говорить. В две камеры я писал. Одна Z50, она на перебивке была. Тоже в 4К. Но я ей писал буквально несколько секунд, чтобы был перебивочный кадр. Ну понимаешь, да, боком показать человека. А основная в 4К писала и крупные перебивки делать. Если вторая была выключена случайно, все. Если человек сделал там, что-то, не знаю, какие-то неприятные звуки, выдал там его живот или другие части тела, органы, которые попали в микрофон или поведение какое-то визуальное было неприемлемо для съемки. И я вот кропил, делал так, и камеры справлялись. Я для себя понял, что да, это отличная камера. А я ее тогда еще не покупал. У меня еще тогда не было. А почему именно Nikon? Сейчас смешно будет звучать. У меня есть какой-то загон снимать не на то, на что все снимают. То есть, когда все снимали на Panasonic, я купил Olympus. E-M1 Mark 1. Первый. Первый E-M1. Потом спустя 3 месяца вышел E-M5 Mark II, где был Full HD 50 кадров в секунду, поворотный экран и лучшая стабилизация. Я такой, блин, пошел продавать спустя 3 месяца и купил. И со второй камерой уже 2 года проходил, проснимал. Потом Сонька была, альфа 6300, поскольку в нее запихали 4К, которыми я толком и никогда не пользовался. Ты писал мыльное Full HD оттуда? Что-что? Мыльное Full HD писал на нее. Там же оно мыло просто. Слушай, для целей свадебных хорошо, кожа нежнее. Знаешь, никто не требовал 4К и разглядывать поры. Это сейчас очень модно. И в контраст все загнать жесткий. Тогда любили помягче, попроще. Смотря для чего. Когда камера нужна другая, я просто брал в аренду те же Canon или Canon камеры, тот же Blackmagic, допустим, когда нужно было что-то вытягивать по динамическому диапазону посильнее. Один раз Pocket'ом попользовался, больше никогда не буду пользоваться. Первым, первым Pocket'ом. Ну, во-первых, я не знаю. Я даже когда очень голодный, столько аккумуляторов бы не съел. Мне с аккумуляторами дали. Это было ужасно. А с внешним питанием было неудобно, стабилизации нет. Потом с итоговыми файлами. Там у них какая-то была беда. Тогда с прошивкой у них черная точка появлялась. В каком-то углу, в левом верхнем углу черная точка была, когда попадало солнце. Клиппинг показывался как черное пятно. Потом они пофиксили это все дело. Вот я попал как раз на этот баг. И я с ним ничего не мог сделать. То есть путешествуют люди, а сверху затмение какое-то появляется непонятное. Вот так. Сейчас Z6 и мне она устраивает. Хотя, если бы сейчас на ее месте была бы другая камера, я думаю, и с ней бы было тоже хорошо. Просто с погрешностью на ее какие-то болячки, косяки. А почему не Sony? Не знаю. Sony, если хотите, камеру мне по скидке через Amazon. Пожалуйста, тут Amazon хорошо работает. Четыре дня уже все на месте. Я возьму, буду снимать на Sony. Log, S-Log 2 обязательно. S-Log 3 трогать не хочу. Все еще у меня как-то с ним не заладилось. По понятным причинам. Сейчас может уже S-Log 3 нормально. На последних тянет без артефактов. На линиях, на гранях. Может даже S-Log. Немножко попользуюсь, поюзаю. А все остальное не смущает, да? То есть тебе все равно на что снимать? В принципе, да. С любой камерой, мне кажется, современные все хорошо снимают. А что должно смущать? Нужно просто запомнить все болячки. Смущает то, что ты некоторые болячки узнаешь в процессе, которые не хотелось бы узнавать. Допустим, камера остановилась, нагрелась, когда ты этого не хотел. Ну, неприятно. Тайминг идет, тебе нужно снимать, а камера в ауте. Неприятно. Но если ты по умолчанию знаешь болячки разных производителей, разных камер, сейчас ни в коем случае не хочу сказать, что я это знаю, всегда что-то новое всплывает, тогда можно снимать на что угодно. В зависимости от того, что ты снимаешь, в каких условиях, какие цели. Ну, хочется универсально, конечно, что-то иметь идеальную камеру, но идеальной камеры, как мы знаем, нет. Кномки шедевр нет. Так что тренируем наши руки, а не ищем, какая камера их выпрямит нам. У меня такая философия. Сейчас все камеры снимают очень хорошо. Вот любая камера, которая после 2017-го, допустим, вышла, может даже раньше, 2016-й, они все выдают отличную картинку. Почти от любого производителя. Если говорить о видео, по фото, можно еще раньше залезть, можно камеры снимать 2008-го года. И снимают профессиональные. Что, и ты, извини, ты будешь топить за микро 4,3 для видео? Всюду и все. Почему нет, если условия позволяют? Последний раз, когда Олик тестировали, он, конечно, по демономическому диапазону уступает. В любом случае, тому же Nikon, тому же Canon. От физики не убежишь. Но они добавили лог. Лог это немножко спасает. И, по сути, у них лог это как 90% от Nikon flat. Вот так бы я сказал. Хотя картинка не настолько сочненькая, как хотелось бы. Но, учитывая, какая картинка была на микроу раньше, но это был... Сейчас, если глянуть, это сплошное мыло. Было им 5 Mark II. Допустим, тот же самый Olympus. Старые видео смотрю, это, боже, какой-то ужас. Но, извини, если взять всеми любимый GH5. 4K или Full HD. Full HD все еще, но он уже никому не нужен, скорее всего, настолько. Это вот такие ситуации, где вот как сейчас у нас с тобой скомпоновать картинки, когда все видео будет 4K, а наши будут чуть поменьше и, в общем-то, и нормально. Резкость соблюдительна по отношению к пропорциям. В остальных ситуациях GH5, мне кажется, справится. Я не так часто им снимал. Не буду лакавить. Я им снимал, ну, раз, наверное, 10. Может, чуть побольше. То есть были условия, были требования именно съемки на эту камеру. Поскольку у одного оператора была эта камера, нужно, чтобы я был с этой камерой, как второй оператор. Даже если монтаж в итоге за мной, просто было такое вот условие в ТЗ, в брифе профессина, что нужно для компоновки двух камер одинаково иметь. И берешь GH5, вот использовал. У меня проблем каких-то не было. Я снимал на мануале. У меня, скорее, вопрос был, когда же все-таки у них появится автофокус фазовый, гибридный. Надеюсь, что уже вот скоро появится. Пора бы уже открыть копилочку. Поскольку с контрастного они выжили максимально много. Опять же, о чем мы говорим? Мы же, я сейчас расписываю камеры, но я не понимаю. Мы расписываем автофокус, динамический диапазон, эргономику, перегревы. Там, не знаю, или какая камера лучше всасывает пыль, или какая лучше спасает от пыли. Вот шторки. Для чего, да, вопрос? Вопрос, для чего это все? Все, что дальше? Ну, какая цель? Цель? Ну, яр. Нет, ну я думаю, что мы вот сейчас перечисляем параметры, что они зависят от цели, ради чего она покупается. Ну, конечно. Ну, у каждого она индивидуальная. И, к слову, OGH 5 наверняка она все-таки не перегреется. И даже через 2-3 часа. Нет, это понятно. Но для съемки где-либо с неконтролируемыми условиями это трасс. Как раз таки вот и ответил. То есть, если контролирую, лекцию писать, монолитно пустить там, поливать, а не компоновать, как мы сейчас. Вот я сейчас смотрю, сколько времени прошло. И думаю, так, перезапустить мне камеру или нет. Поскольку я не знаю, какой кусок мы потеряли на записи до этого. Товарищи зрители, если вы увидите, что я открыл рот, и потом пошел другой какой-то текст непонятный с моей стороны, значит, я забыл перезапустить камеру. Ну, короче, если продолжить историю про GH5, то ты действительно отвечаешь сам на свой вопрос. Если условия контролируемые, то никакой проблемы у тебя не будет с этим. Соответственно, если ты снимаешь промо в студии, никаких проблем. Снимаешь клип в студии, никаких проблем абсолютно. Ну, соответственно, ряд преимуществ там также есть. Я согласен. Просто с чем я не согласен. Сейчас этот хайп уже прошел. Когда рассуждали, что это лучшая камера для видео для всех. Вот, понимаешь, большая часть людей, которые пишут в комментариях, они не работают с контролируемым светом в студии. Большая часть людей хотят нажать на кнопочку и снимать просто, что есть, что видят. Просто вот все, что есть. И для этих задач это камера. Так оно и есть. Определенно камеру нужно выбирать под задачу. Я в этом плане все правильно сказал. Если ты хочешь просто нажать кнопочку, покупаешь соли, поэтому соли и покупают. Во многом это так. Да, ты можешь спорить о том, что у тебя там что-то не получится потом, что у тебя будут какие-то проблемы с перегревами и так далее. Но в большинстве случаев, словно, сейчас я снимаю на Sony. Ты на Sony снимаешь? Сейчас снимаю на Sony. Ты меня кикнешь? Он зеленки добавит. Он зеленки добавит. А на самом деле у меня есть подозрение, что какую-то кнопочку я вначале мог не дожать. Нет. Ну, короче говоря, видишь, если говорить, например, вот сейчас у меня A7-3 стоит, это не моя камера. Первая просто A7-3. A7-3. Без букв, в общем. Ну, не A7-C, не A7-S3. A7-3. Вот проблема, которую сейчас прямо сейчас я спалкиваюсь, это то, что у меня нет поворотного экрана. А потом Олег такой вставляет кадр. Вот видите, какая плохая картинка у Sony. Он просто нажал на кнопочку. Просто. И вот что получилось. То есть уже камера не френдли, да? Кстати, вот я тоже подсоединюсь. Меня бесит в Nikon. Это вещь, которая меня просто вымораживает. Что они никак не сделали, чтобы выводилось на внешний монитор, сколько осталось записи. И что идет в запись вообще. Вот нету там косяк. Sony выводит, Canon выводит. Здесь не выводится. То есть я не могу. Я звук понимаю, что у меня идет, что у меня работает пушка, которая вот и так записывает сам по себе в рекордер и дублируется в камеру. Я понимаю только потому, что включен звук, детектор по звуку на самом мониторе. Все остальное для меня вот так происходит. Я засек. Вот, смотрите. Что через столько мне нужно вот сейчас, чтобы косики не повторились, как вот было до этого. Увлекся своим балабольством и забыл про время. Вот это, конечно, минус. Вот, как раз в этом плане GH5, это камера, которая создана для видеомеров. И отмечу, что на момент своего выхода она, безусловно, была уникальна в своем самом сегменте. Да, сейчас выйдет GH6 и он, как бы тоже, наверное, будет в некотором смысле уникальный в своем ценном сегменте. Что касается GH5, то отмечу главный момент. В lens rental это самая популярная камера для видео. В наших российских прокатах это самая популярная камера для видео. Я в другом хотел спросить, что поменяется в GH6? То же самое, по сути. В смысле, что поменяется в возможности, характеристики? А что там добавили? Ну, добавят. Пока что мы еще не знаем. Но, Олег, я тебе скажу, что очень скоро ты об этом узнаешь. А, то есть ты знаешь, но не говоришь? Очень скоро ты об этом узнаешь. Это был почти, что ответ «да». То есть вы общаетесь с производителями довольно плотно, получается? Я бы не сказал, что производители не отвечают на вопросы о том, когда что представят, но ты можешь узнать по каким-то косвенным моментам, когда что будет представлено, что там можно ждать. Надо сказать, что все-таки проверенные румерсы, та же самая Никишита, она достаточно достоверна. Ей можно верить. Что касается GH6, то, насколько я знаю, вопрос полупроводников, вопрос того, что как бы все это дело сейчас очень сложно запустить, оно все дальше и дальше отодвигает GH6. И, соответственно, недавно, буквально неделю назад, вышло уведомление японцев о том, что вот мы переносим на 2022 год. В некотором смысле, наверное, это может испортить анонс. Не знаю, что там будет, но возможно, что оно условно будет не такой инновационной, как ее предполагали на момент выхода первоначального, да? Ну, 8К там будет? Как ты думаешь? Нет, твое предположение. Я думаю, что, скорее всего, нет. И нафига? А тебе нужно 8К? Нет, мне все устраивает. Я говорю о том, зачем нужна камера, если в старой все то же самое. Ну, определенно там что-то поменяется. Название. Определенно, определенное. Давай вернемся к нашим любимым Sony. В кавычках, не в кавычках, пускай это будет. Вышла камера, альфа 6000. Великолепная была камера для своего времени. 4К не умела. 6300 вышла, умеет 4К. Окей, греется. Поправили. Нативно добавили, что можно подольше все это сидеть. Попортить свою матрицу, процессор. Пускай греется подольше. Добавили новую функцию с прошивкой. Молодцы. Потом вышла 6400. А, 6500. Зачем она вышла? Я до сих пор не понимаю. Типа сенсорный экран добавили. И типа, типа. Это я подчеркиваю, да, типа. Потом вышла 6400. А вот это уже прикольно. Вот она и должна была выйти. Уже откидной хотя бы экран. Окей. А потом и 600 еще выдали. О, а это 6400 для бедных. Грубо говоря, там лог в нее брали. Я бы, я вот всегда, если выбирают из этих двух камеры, я говорю, в логе снимаете? Нет. Берите 6400, она дешевле. А потом вышла 6600. И я вообще не понял, для чего она. И я не один такой. То есть она больше, массивнее. Для хомячков. Кто-то за нее прямо топит. Хорошо. Простите. Для хомячков камера. Для кого? А, я послушал. Мне тоже послушалось хапричко. Нет. Хапричко. Надо понимать, что все-таки Sony, она занимает определенную свою нишу, благодаря тому, что они были родначальниками беззеркалок, ну, полнокадровых я имею в виду, да, за это время, что они начали, они очень сильно развились. Ну, и, соответственно, ну, Sony, можно сказать, стала чем-то вроде айфона в мире камер. Как ни странно. Как бы обидно тебе это ни звучало. Окей. Вот так Платон еще и бронидами занимает. Я знаю, что вот Платон топит не только вот сейчас за Sony топил, но еще и за Olympus. Расскажи, какой смысл фотографировать на Olympus сейчас. Расскажу запросто. Давай. Ну, во-первых, топит, конечно, это все очень спорно. То есть у меня нет своей Sony, и я думаю, что... Это не твоя сим-3. Это не моя, я с этого начал. Ну, фу. Это не моя сим-3. Это не моя. Моя основная камера сейчас это E-M5 Mark III Olympus. Вот, соответственно, зачем она мне нужна? Отвечаю на этот вопрос. Это удобная, легкая, компактная система с кучей возможностей. Да, возможно, для коммерции она не подойдет, но, тем не менее, она удовлетворяет абсолютно все мои задачи в повседневной фото- и видеосъемке даже. С нее можно отлично снять видео с рук. Да, она может быть некоммерческая будет, но, тем не менее, это возможно. Хотя, вот я помню, мы с Алией активно обсуждали вопрос поездки в Кельне с двумя камерами Olympus E-M5 Mark III и снимать с рук абсолютно полностью, что мы протестировали это все и все вполне себе удовлетворим. Да, то есть ты берешь и узак, берешь с собой две камеры, три линзы и у тебя там три килограмма и два сетапа. Вот, соответственно. Для репортажа очень хорошо. Там кучки на выставках, это идеально, на самом деле. Вот, соответственно, для меня Olympus – это возможность брать компактную оптику. Да, я вот ездил, например, на Занзибар, потом ездил там в Танзанию на Сафари. Ну вот, и я видел ребят с Canon 400 мм. Мне их было жалко, потому что у меня было 40-150, эквивалент 80-300. Он был в три раза компактнее. С собой в сумке в маленьком грузачке у меня было три объектива и одна камера. Ну, как бы, как ты понимаешь, в условиях света африканского оно вполне себе удовлетворено. Я понимаю, что мне жалко было бы съездить на Сафари и получить фотки низкого качества, даже при хорошем свете. Мне было бы жалко вот потратить свое время, чтобы получить паршивые фотки. Олег, они тебе понравятся. Окей, а такой вопрос. Ну, это твой набор, ты доволен, окей. Но какой смысл кому-то другому покупать Olympus, маленький, если есть маленькие кроп-камеры, то есть там больше матриц, они тоже маленькие. Зачем Olympus? Огромный парк оптики. Не только у Olympus, а большой парк. Оптика, оптика. Ну, она на МФТ одна из самых больших. А надо взять всю сразу? То есть вот весь этот огромный парк? Ну, слушай, ну, на самом деле, я, наверное, соглашусь с тобой, что, наверное, сразу оно все не нужно. Но с другой стороны, вот я думаю, так вот, выйдет сейчас 40-150 Olympus F4. Я такой думаю, если 40-150 A2.8 я брал, то F4, наверное, мне пригодится в собственности. Еще более плоскую картинку получить, да? Еще более плоскую. Больше плоской картинки. Ну, вот, соответственно, вот, например, буквально только сегодня я вернулся из поездки. Я брал с собой 45 F1.2 объектив. Потрясающий объектив. И аналогов фактически, наверное, ни у кого нет. Да, то есть такого компактного, легкого, маленького объектива, которым можно и портреты поснимать. Я очень здорово поснимал вечером в город. Вышло очень даже здорово. Вот, соответственно, кому это еще нужно? Ну, наверное, в первую очередь тем, кто снимает для себя и тем, кто снимает, как мы говорили уже с GH5, в условиях контролируемых. В студии Olympus точно так же будет хорош, как и другая камера. Там, за исключением некоторых нюансов, возможно. Как-то так. Окей. А скажи, ну, мы же знаем, что Olympus больше нет. Вот где он? То есть ты говоришь о новых объективах. Что с ними? Как? В каком состоянии? Ну, если говорить об Olympus сегодня, то компания перекуплена. Да, соответственно, у меня появился. Поменялся владелец, но, тем не менее, разработки, они очень надолго вперед ведутся. Да, то есть если мы говорим об Olympus, то наверняка разработки плотные. Они, наверное, еще на перспективу трех, четырех, пяти, ну, скорее всего, четырех-пяти лет точно. То есть это те продукты, которые были полностью разработаны Olympus. И сейчас они просто ждут выпуска. Вот, соответственно, карта оптики, она представлена. Там ожидают два новых объектива в следующем году. Выйдет новая камера. Ее, насколько я знаю, тоже отодвигают из-за того, что есть проблемы с производством. Вот. И, соответственно, на данный момент я, конечно, не могу гарантировать, что там Olympus жил, живет и будет живее всех. Но, тем не менее, пока что можно смотреть и видеть то, что компания жива, компания продолжает разработки, компания вкладывается в производство новых продуктов. Ну, вот, какими-либо тех, которые уже разработаны. И, ну, пока что ничего не поменялось. Еще отмечу то, что в целом камеры это все-таки не телефоны, да, и, соответственно, они вполне себе нормально могут работать и со временем, да. То есть даже если что-то там произойдет, наверное, они будут работать так же. Вот, при этом, надо сказать, что рынок, конечно, очень взбудоражен этим. И я даже наблюдал за вторичным рынком. Он очень сильно просел именно по Olympus буквально за последние, наверное, там 6-8 месяцев. Вот. Но пока что как-то так. Пока что не очень понятно, что затем будет дальше. Но я уверен, что года 3-4-5 никаких изменений в политике компании не произойдет. В политике компании, у которого названия уже нет. Там OM Solutions, слово Olympus. Да, теперь она OM System, да. Ну, опять же, там такие моменты, что Olympus будет сохранен во всех старых продуктах, которые выпустились еще при Olympus. И, соответственно, все новые продукты, они будут выпускаться под новым брендом. Скорее всего, это коснулся и новой камеры. Опять же, вышел первый объектив под брендом OM System. Вот буквально недавно. Вот. Как-то так. А мне интересно, что Илья об этом думает, имея полный кадр. На Олик. Вот мне очень любопытно, что у них сейчас выйдет. А у них тоже очень интересно. То, что они хотят обозначили уже давно, как вау-камера. Интереснее, чем J6. Мне интереснее это, чем что-либо еще. Поскольку, если это будет какое-то новое рождение для новой аудитории, будет хорошо для фото, будет хорошо для вида. Для фото у них камеры-то отличные. Для энтузиастов, там столько опций. Хочешь фризлайт? Пожалуйста. Вот тебе есть фризлайт-возможность. Хочешь на длинной экспозиции снимать максимально удобно? Пожалуйста. И сохранить основную экспозицию. Только линии тянуть. Машин, допустим, чтобы размазаны были. У нас есть такая опция. И там такое много. Сколько нашпиговали в Olympus. Мне кажется, они нашпиговали не в одну камеру. И сейчас могу ошибиться, но все-таки скажу. Есть компания Fujifilm. Хорошая компания, хорошие камеры делают. Они делают акцент на что? Что у них есть фильтры, которые накладываются поверх RAW файлов. В том числе и для видео. Слышал о таком, да? Если мне память не изменяет, даже Саботовский выступал и рассказывал про это. В какой-то конференции я выдернул этот фрагмент. Моим удивлением было то, что, в принципе-то, оно было всегда у всех так. И до этого. То есть, в принципе, все эти фильтры накладываются поверх RAW файла. Обработка идет. Поэтому, если ты хочешь сразу покрасить картинку, ее имеет, наверное, смысл покрасить моментально в камере. Поскольку это будет обработка поверх RAW видео. Поверх чистого изображения. Насколько это возможно. Но одна компания сделала это как своя фишка. Допустим. У Olympus'а также есть фильтры. У Olympus'а есть то, чего нет у других компаний. Да, у нее нет полного кадра. Обидно. Хочется динамический диапазон побольше. Но они максимально компенсировали это другим. Я с Olympus'ом снимал в дождь, в снег, в грозу. Разве что не отбивался от плохишей в подворотни Olympus'ом. Хотя, мне кажется, он бы против Дубинцы тоже мог бы соревноваться. Пентаксом просто помощнее потяжелее. Пентаксом просто помощнее потяжелее старенький. А, а, а. Флоу, флоу, Пентакси. Опять же, ну, то есть, вот эта камера. Ты когда-нибудь держал там, например, K3 Mark III в руках? Так у меня на обзоре он был. K3 Mark III? Ну, Кроп последний. Да. Да, да, у меня есть обзор. И как тебе? И как тебе? Ну, я не знаю, будет ли нас смотреть в Пентакс Украина. Потому что ребята хорошие, но камера это, ну, волочиться за Nikon D500. Вот так вот, ползком. Которая была пять лет назад выпущена. По автофокусу, по выбору объективов, ну, серьезно. Кнопочки эргономика и там, и там на уровне. Там надежность, и там, и там на уровне. Я Nikon очень уважаю. Но со всем уважением у Пентакса нет никаких преимуществ для новых клиентов. То есть, для существующей базы бесспорно. Но для тех, кто сейчас хочет купить камеру, ну, зачем? Ну, в моем понимании точно так же. Да, Пентакс, конечно, K3 Mark III вряд ли сможет отраивать огромную долю рынка сейчас. При такой цене еще. Но такая, да, да. Особенно цена, конечно, она немножко горькая на сегодняшний день у нас на полгруппы. Но надо отдать должность, что они все равно делают хорошие камеры для фотографов, правда, которые уже сидят на Пентаксе плотно. Это, потому что у меня был опыт, когда K1 взял Mark I, даже не второй, а первый. Хотя они там не сильно отличаются. И мне бесил автофокус, но потом к нему привык. Но когда дома начал тянуть файлы RAW, я немножко был в шоке, поскольку я до этого не видел, что из пересвета 4,5 стопа можно вытянуть информацию. Я в легком ступоре, ну, я по точке выделил, у меня все убежало. Начал смотреть там, куда я убежал. Я не говорю, что у меня из-за мер 4,5 стопа четко, но я вот по экспозиции отмерил, сколько позволил мне Lightroom. Примерно 4,5 стопа было, и я восстановил информацию. То есть, имеется, полностью она восстановилась без артефактов. Я был в шоке от этого, поскольку тогда, на тот момент, у меня не было в руках камеры, которая это могла. Сейчас есть камеры, которые 4 стопа в плюс спасают, есть. Тот же R5, если я не ошибаюсь, R5 тянет, и R6 тоже там плюс-минус, они близко тянутся. На стопы, не сильно у меня они бы отличались, по таблице там было. По шумам они почти идентичны, по-моему, с собой. Но это уже вопрос другой, да. А, Рика, GR3, камеру, которую многие не любят, еще больше людей не понимают. Я не буду говорить, что я какой-то уникальный, я ее тоже частично не понимаю, но тот же Александр Насонов, небезызвестный фотограф, отнюдь. Ее просто обожают, он показал, как с ним можно работать. И когда тянул файлы тоже, там она 3,5, чуть ли не 4 стопа тянула для такого компактного корпуса, кроп, полтора. Это было достижение на тот момент, очень классно. Знать, что у тебя есть такая компактная камера всегда с собой делать фоточки, стрит какие-нибудь на широком углу, и с возможностью вот так восстановить детали, а это дорогого стоит, и она, в принципе, для своих целей 100% подходила. Вытащил, снял. Даже если промахнулся, главный фокус попал, восстановил. А широкий угол, что ты там промахнешься? Ну, я тебе скажу, что если задача вытянуть минус 5 ступеней, то круче всех Fujifilm S5 Pro. Вот она уделала R5 в моих тестах. Если вот чисто под эту задачу, такую бессмысленную. Ну, если чисто, да, вот ты такой гуляешь из своего кармана, чисто резко вот так вытаскиваешь Fujifilm S5 Pro. Я не знаю, что у тебя за карманы такие, Вассарман позавидовал бы. Делаешь кадр вслепую. С жестким пересветом, да. Где-то, да, с жестким пересветом, где-то крикнул один Сахаров от такого пользования Fujifilm. А можно просто, если ты делаешь? Да. И Олег когда-то так делал. Ну, кстати, Fujifilm молодцы, что у них средний формат и компактный. Что, вот они и Хасельбат, по сути. Хасель компактный. Кто компактный формат и делает средний? Ну, Хасель и дорогой. Компактный. За компактный сплотить нужно, да. Так что я больше карман пришел. В этом сегменте, мне кажется, это не столь необходимо, наверное. Понимаешь, их нередко покупают, очень часто покупают любители. А любители могут захотеть это потаскать с собой, и тут это все-таки больше, чем полный кадр. Нет, я согласен с тобой. Я очень много знаю историй, про которые мне в магазине рассказывали, как приходит какой-нибудь дядя с бородой и говорит, мне нужна камера. Он говорит, там возьми, не знаю, условно, там Olympus, или какой-нибудь Canon M50. Он говорит, нет, я не понял, мне нужна хорошая камера. И покупали GFX 100. А, легко тогда. У меня провокационный вопрос. Вот худшая камера из всего. Вот что приходит в голову? X-T30. О, а ну-ка. Чаще всех зависало. Я имею в виду, нет, она не худшая. А не то, что худшая, она чаще всех зависала. У меня с Fuji X-T3 и X-T30 вот почему-то не свезло. 30 висла при мне на тесте, когда мы с Sony 6400 висла, ну, наверное, раз в 5 за 2 недели съемки. Просто 2 раза мы это записали даже на камеру. И в чем была проблема, до сих пор неизвестно. Возможно, карта, но на других камерах та же карта нормально работала. Меняли карту другую. Все ок, потом опять висла. Каких-то рекомендаций со стороны производителя на сайте я не видел. Вопрос этот, когда поднимался в каком-то видео, прямым текстом спросил, ребята, у кого Fujifilm, у кого висла. Писали, что вот то-то, то-то работает нормально, а у меня и с тем висла, и с тем висла, и с тем висла. Вот непонятно. Свадьбу снимал, когда тестировал Sony RP. В Москву поехал, у девочки был Fuji X-T30, и он завис. Я отдал ей Canon RP, на, поснимай на него. А я снимал потом со стороны на другую камеру Canon. На R. На R обычно. Вот, быстренько изучил, все. А что с камерой здесь случилось, так и не поняла. Вставляли другие флешки. Просто зависло, вот зависло, и все. Морозы они не любят, я знаю. Фуджики не любят морозы. Хочешь видеть, как камера уйдет в сон надолго? Возьми X-T2. Пойди в мороз минус 25, минус 30 поснимай. Вот, кстати, к вопросу к Олимпусу. Ему будет все равно. Соньке будет все равно. Кенону будет все равно. Никону будет все равно. Они льдом покроются. Фуджику будет не все равно. Может, некоторые сейчас они поправили ситуацию? Да, я бы сказал, что все-таки софт у них правится. И Fujifilm в целом, они раньше постоянно так делали, что выпускали камеру. Сначала полусырую. Особенно это было во времена X-T10, X-T1, X-T20. X-T2, надо сказать, что X-T3, X-T30 все-таки это уже более современные поколения. До этого, да, постоянно такая история была. Но сейчас, конечно, продукты более завершенные. И X-T4 в некоторых смыслах тоже стала уже уникальной камерой в своем сегменте. Ну вот. А так, если помнишь, Илья, даже у нас была история с GFX 50R, которая тоже пришла. Ну, такая не очень понятная камера. То есть, вроде как, это история про что лучше в фулл-фрейм или средний формат. Компактность есть. Он все есть. Но при этом, понятно, что GFX 50R это пока что камера, которая, наверное, не заменит полный кадр в повседневной съемке, в репортаже. То есть, мы просто тестировали, сравнивали GFX 50R и Sony A7R4 на интерьерной съемке. Вот. И понятно, что непосредственно в интерьерной съемке GFX 50R гораздо лучше. Но тут надо понимать, что если ты снимаешь что-то помимо этого, если у тебя нет возможности купить вторую камеру для чего-то другого, то безусловно R4 будет лучше. Хотя непосредственно для задачи средний формат полностью себя раскрывает. Просто висла. Если я кратко ответить, висла. И никто не любит, когда камера отключается по непонятным причинам. Если понятная причина, это одно. Когда не понимаешь, это хуже всего. Тогда эта камера сразу в каком-то списочке, которым ты не доверяешь. А если от этого производителя это происходило с другой камерой хотя бы раз или два, то уже начинаешь задуматься, почему производителя такое происходит. Тут надо сказать, что вообще вопрос надежности, он как бы такой важный с точки зрения производства фотоаппаратов. И тут можно много спорить, типа что лучше, что хуже. Есть объективные цифры. Это гарантия. Сколько гарантий дает производитель на ту или иную камеру. Если мы посмотрим, то большую всего гарантию дают на камеру Panasonic. На камере любой Panasonic, там 5 лет гарантия. На самом месте Nikon и Canon. Ну и дальше все остальное. На Pentax, честно говоря, не припомню, какая там гарантия. Ну, Pentax, я думаю, не ломаются. Да, там все нормально с этим. Их не надо апгрейдить, потому что они вечно живы. Пожизненно. Сколько фотографов сел на Pentax и до конца жизни на нем и сидит. Так что там все пожизненно должно быть. Не меняя камеры, да. Я вот хотел спросить еще вернуться к вашему каналу. Есть ли у вас какие-то планы, ну не знаю, какой-то новый контент, новый формат делать или все вот в том же русле будет? Какие-то идеи есть? Ну, на самом деле мы всегда открыты к предложениям, пожеланиям. Я вот думаю, что, наверное, мы будем рады, если кто-то в комментариях под этим видео что-то интересное подпишет. В том числе и ты, если нам что-нибудь интересное расскажешь, что бы ты хотел видеть. Как ты со стороны это видишь просто? Да, да, да. Ну, со своей стороны, я думаю, что мы попробуем там попрашивать, поспрашивать, что-то подумаем. Возможно, что-то новое и будет, да. То есть тут надо понимать, что все зависит от времени, которое будет у нас в следующем уже году. Ну что ж, я предлагаю всех поздравить с Новым Годом. Я, правда, не знаю, когда я публикую это видео. Надеюсь, что в этом году. Да, в этом году еще. Да, всех с наступающим Новым Годом. Олегу много подписчиков, больше Кэнона и больше любви к Sony и к Виктор 4.3, безусловно. А всем подписчикам его найти идеальную камеру, которая подойдет для их задачи. Платон, как всегда, сказал отличные слова, которые нечего добавить. Всех с наступающим Новым Годом, Рождеством. Пускай в Новом Году у вас будут самые лучшие фото, самые лучшие видео, самые прибыльные заказы. И вы могли кататься куда хотите, без всяких прививок. Пусть все будут здоровы и счастливы. И тебе, Олег, тоже. Отдельно все это и в тройне. И подписчиков. Хотя в миллион. Минимум. Все, всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok